Добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели канала Абакан-24. Сегодня в студии программы «Деловое время». Вас приветствует Елена Лобанова, я ведущая программы. И моя сегодняшняя гостья Алена Суевалова, заместитель руководителя городского коммунального ведомства. Добрый вечер, Алена Ивановна. Добрый день, уважаемые жители города Абакана. Добрый день, Елена. Я очень рада вас видеть вновь у нас. Вы у нас довольно частый гость, как и ваши коллеги по коммунальному ведомству. И это не случайно, потому что, дорогие друзья, жизнь города, его пульс – это наша работа и ваша тоже. И мы при любой возможности, при первой возможности, даем возможность нашей аудитории услышать достоверную информацию из первых уст. Ну а повод для встречи у нас есть, в том числе и информационный, помимо всех тех вопросов, которые мы надеемся услышать от вас. Уважаемые зрители и слушатели, звоните нам по телефону 22-60-11. Я вот смотрю, сейчас трубочка не занята, можно набрать и задать свой вопрос, если он касается сферы ЖКХ. Повод информационный у нас следующий. На этой неделе состоялась встреча в администрации города представителей градостроительного департамента и вашего ведомства со старостами жилых районов. Встреча эта, надо сказать, традиционная. Она проводится, наверное, уже 10-й год подряд, и вот всегда в этот весенний период представители ведомств городских делятся планами, рассказывают о своих планах на предстоящие благоустроительные, дорожные и так далее. Вот эти все сезоны активных работ в городе. Поэтому для начала посвятите нас, пожалуйста, в эти планы по линии управления коммунального хозяйства и транспорта. Совершенно верно. Поскольку зима у нас закончилась и настало время убрать все последствия, которые у нас зима по себе оставила, то есть привести территории города Абакана все в надлежащее санитарное состояние, благоустроить, но управление коммунального хозяйства, оно задолго до этого периода начинает эту работу. То есть мы еще не выходим с летнего, осеннего периода, когда у нас в осенний период проводится также месячник по благоустройству, с осеннего мы подготавливаемся к зиме, и одновременно мы начинаем подготовку сразу и к весенне-летнему периоду. Это как раз тот период, когда в осенний период старосты в районах оценивают свое состояние, и они уже… Но они, наверное, и с жителями работают. Конечно, это обязательно. То есть старосты, они очень тесно работают с жителями, выслушивают их пожелания, рассматривают, они организуют сходы граждан, на которых обсуждают вопросы своего местного значения. И тем самым старосты, они как раз формируют некоторые такие свои пожелания через жителей и передают в управление коммунального хозяйства и транспорта. Управление коммунального хозяйства и транспорта в зимний период собирает, и уже, исходя из этих… с учетом этих планов, так сказать, формируется общий план… Пожеланий, скорее, да? Пока это еще не бывает пожеланий. Общий план, он как раз благоустроительных работ построится в течение следующего сезона, так сказать. Месячник благоустройства – это только начало, такое яркое начало, когда мы масса все можем сконцентрироваться, провести очень большое количество работ, по санитарной, по озеленению, но остальные работы, которые у нас требуют проработки дальнейшей, они, в принципе, продолжаются еще до конца года. То есть, вот если конкретно о планах, что было предложено, что было проанонсировано, для что услышали старосты на этом совещании? Ну, самое всегда, что после зимнего периода, это у нас уборка мусора, поскольку у нас зимний период оставляет после себя следы, это и подсыпка на улицах, это и листва, которые не успели убрать в осенний период, и поэтому чаще всего с проезжей части, с парковок, с тротуаров, и первым мероприятием здесь, конечно же, является… И вот утерпение, уважаемый. И как раз здесь является уборка территорий, и коммунальное хозяйство озвучивает, где, в каких районах будут проведены данные работы. Так вот, например, уборка мусора, она будет проводиться в центральных и магистральных улицах, где-то, примерно, с числа 11 апреля по 29 апреля. Если мы говорим об МПС, МПС у нас делится на район, где многоквартирные дома и частные двора, то есть там будут, примерно, 15-го, 19-го апреля проходить такие работы. Четвертый микрорайон там, несмотря на то, что там у нас нет староста, но мы в любом случае затрагиваем и работать 21-го апреля. Мы там будем концентрировать. Полярка 29-го апреля будет проходить. Согра, Гавань и 10-й Красный Абакан. Здесь где-то, примерно, до 11-го мая. Очень такая обширная тема, Алена Ивановна. Вот сорвался у нас звоночек, только хотела его принять. Но, друзья, немножко терпения проявите, пожалуйста, потому что, в первую очередь, гостю дадим договорить все-таки, чтобы мысль потом свою не потерять. Вообще, тема уборки весенней, она еще сопряжена жить очень тесно и с субботниками. То есть здесь такие два встречных движения. Что в этом году предполагается? Я знаю, что какое-то налажено новое взаимодействие в этой части, и сфера лиц, ответственных за проведение вот этой весенней уборки в городе, она стала, круг этих лиц стал шире. Да, совершенно верно. Я не случайно назвала эти даты, потому что по районам разбитые даты. Время звонок. Да, давайте. Продолжим. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте, это Марина. Да, здравствуйте. Вот у меня вопрос есть, который я давно хочу задать. Он может быть немножко глупый, но говорят, что на задворках там Абакана районы есть, какие-то у них старосты, которые сходы какие-то устраивают, что-то обсуждают, какое-то самоуправление. А мне завидно. А вот наши районы, центральные, допустим, 4-й район или 6-й, у них нет никаких старост? У нас нет никакого самоуправления, мы вопросы свои решать не можем. Какие, в смысле, у нас, может быть, тоже должны быть какие-то старосты. Почему вот у тех районов есть старосты, а у нас нету? Спасибо. Спасибо, Марина, за звонок. Ну, правда, такие иногда вопросы задаются людьми, и, насколько я понимаю, там все зависит от инициативы, да? Вот какой-то сход там, активисты какие-то должны собрать, что-то решить, как-то в взаимодействии с мэрией? Ну, я бы, наверное, посмотрела на этот вопрос немножко по-другому, потому что то, что касается у нас центра города, то здесь у нас зона ответственности за территориями, она закреплена. Если это у нас четвертый микрорайон, например, это многоквартирные дома. И в каждом дворе есть своя управляющая организация, которая также может донести до управления коммунального хозяйства, для органов местного самоуправления свои пожелания, допустим, о благоустройстве, какой-то необходимости. То есть здесь есть лицо, которое может взаимодействовать с органами местного самоуправления. Если касается общественных территорий, парки, скверы, то здесь тоже есть ответственные люди. Это у нас Абаканское парковое хозяйство. Если касается тротуаров, дорог, проезжей части, то здесь у нас Абаканское благоустройство. Здесь, наверное, прямое взаимодействие, это понятно. Но, с моей точки зрения, недостаточно. Да, обидно, я согласна. Но, понимаете, когда очень много ответственности, то здесь тогда будет поговорка о семей нянек, дитя сирота. Почему? Вот опыт юго-западного, например, показывает, что старостат – это не лишнее всё-таки. Ну, старостат – это очень большая работа, и они проведут, они же не только за благоустройство, у них очень большие функции, то есть они практически социальные в целом налажены. В городе всё доступнее, и поликлиники, и, допустим, тот же самый МФЦ. И людям намного проще дойти до какого-то социального учреждения. То, что касается… До мэрии элементарно. Да, да. То, что касается старост, то, я думаю, они сами придут в передачу и расскажут об этом, потому что у них как раз роль – это организовать жизнь людей, да, то есть озвучить их проблему. У нас же есть районы, где, например, даже нет аптеки. То есть, например, мост-отряд, они всегда страдают тем, что у них нет даже аптечного пункта. И старосты, они как раз озвучивают эту проблему, доносят до органов местного самоуправления о том, что там это необходимо сделать. Спасибо вам за звонок, Марина. Ну, а мы, наверное, вернёмся с Аленой Ивановной к той теме, которую начали разбирать. А именно вот вся эта катавасия, вся эта эпопея, можно сказать, двухмесячник по уборке скоро стартует. Постановление, соответствующее администрации города, уже подписано главой. Поэтому, и вот как в этом году несколько иначе будет выстроена, видимо, работа, контроль во всяком случае? В этом году у нас работа немножко меняет свой формат. Если ранее у нас за проведение всего субботника отвечало управление коммунального хозяйства и транспорта, сейчас оно, конечно, остаётся лидирующим организатором всех мероприятий, которые касаются благоустройства. Но у нас ещё и появляются новые ответственные лица за определённые зоны благоустройства, так сказать. Например, у нас таким лицом ответственно становится департамент градостроительства, на которого возложены обязанности по благоустройству и санитарной очистке территорий около строительных площадок. У нас в городе очень много строительных площадок, и со стороны граждан всегда поступает обращение о том, что их ограждение строительных площадок в ненадлежащем виде, либо отсутствуют информационные щиты о том, какой объект строится. Очень часто захламлены бывают площадки. Захламлены, совершенно верно. То есть около строительной площадки у нас за зимний период накапливается очень большое количество мусора, что тоже необходимо ликвидировать. И для того, чтобы как-то организовать эту работу и подготовиться к новому строительному периоду, придать какой-то благоприятный внешний вид с этих строительных площадок, департамент как раз назначен у нас соответственно по взаимодействию с застройщиками. Кроме этого, департамент градостроительства у нас ответственный за парковки, либо стоянки, которые у нас открыты на городских территориях. Такие у нас тоже есть площадки. У них одинаковая ситуация. То есть там тоже и в ненадлежащем случае ограждение, и захламленность территории, зарастание бурьяном вот этих ограждений. Поэтому здесь как бы мы привлекаем департамент в помощь в этой части. Очень большой фронт работы у нас возложен на городское управление образования с их подведомственными учреждениями. У нас очень большое количество образовательных учреждений. Но самая большая проблема здесь в том, что для образовательных учреждений, как в принципе и для зданий, строений, сооружений, объектов и земельных участков, для них тоже определены прилегающие территории. Это же понятие новое. Первый сезон, когда сталкиваемся в период санитарной уборки, что появляются прилегающие территории, и около каждого садика у нас также определена прилегающая территория. Но это больше той территории, которую традиционно образовательные учреждения и так каждый год убирали, приводили в порядок. Я бы не сказала, что оно в той же черте. Просто понимаете, оно теперь официально закреплено. То есть если раньше они убирались в черте только в границах своего земельного участка, то что у них, а сейчас они еще должны выйти за пределы и также навести порядок на прилегающие территории, устроить некие субботники. И со стороны, конечно, руководителей образовательных учреждений возникают такие вопросы о том, каким образом им содержать. Им в помощь как раз это субботник, который они могут выйти, образовать, они могут привлечь туда и родителей своих воспитанников по желанию, если они хотят это сделать. Здесь различные формы участия этого могут быть. Большая зона ответственности у управления культурой молодежи и спорта, поскольку у них тоже очень большое количество подведомственных учреждений. И еще на управление культурой молодежи и спорта на них возлакается обязанность по привлечению добровольцев, волонтеров на субботники, которые у нас будут общегородские. Потому что у нас на территории города Абакана более, около 30 скверк, парков, которые также у нас убираются всегда коллективами. И хотелось бы привлечь всех желающих коллег... То есть здесь они с департаментом будут взаимодействовать? Нет, они будут работать со всеми желающими. То есть это могут быть и студенческие коллективы, это могут быть молодежные какие-то коллективы, это могут быть коллективы предприятий, просто жители районов, либо какие-то другие. Кроме того, у нас еще есть и волонтерские движения в городе, которые также принимают очень активное участие всегда в различных мероприятиях по благоустройству. А вот такой вопрос. А республиканские подведомственные, образовательные и прочие учреждения, для них тоже определены территории, и они тогда кому подотчетны, если речь идет о республиканских землях? Например, сквер возле Кадышева, территория университета. Поскольку у нас касается всех зданий, строений, сооружений, которые у нас находятся на территории, поэтому обязанность по приведению в надлежащее состояние вложиться на всех, и на региональные, и на федеральные структуры, которые у нас находятся в городе. То есть если у зданий есть собственность, либо арендатор, либо лицо, хозяйственную деятельность, то оно обязано выйти и привести свою территорию в надлежащее состояние. И то же самое касается и бизнеса, и торговых, и прочих предприятий. Конечно. До этого года у нас не было лица, которая бы координировала такую работу. В этом году по становлению как раз о месячнике благоустройства у нас комитет муниципальной экономики назначен лицом, который будет координировать как раз работу с представителями бизнеса, с лицами, которые оказывают бытовые услуги населения, сервис и так далее. То есть здесь аналогичная работа. То есть все должны выйти и навести порядок рядом с тем местом, где они ведут свою деятельность. Ну и давайте вернемся к жилым районам. Все-таки там тоже старосты своей графики какие-то проведения массовых субботников у себя на территориях тоже выстраивают. Они разговаривают с жителями, они определенные в месседжах определенную информацию оставляют. На совещании прозвучало очень дельное, на мой взгляд, предложение. Вот этот график каким-то опытным согласовать с графиком выезда транспорта по уборке как раз собранного мусора с спецавтотехникой, спецавтобазой. Совершенно верно. Я не случайно, когда мы начали разговаривать, означила даты, что у нас есть определенные даты, когда у нас спецавтобаза будет заходить в районы. И вот как раз на той встрече, которая у нас прошла со старостами, наш руководитель спецавтобазы Литвинов Павел Евгеньевич, он озвучил свое пожелание о том, что они обозначили даты и высказал свое пожелание о том, чтобы к этому времени были завершены работы по сборке мусора. Потому что на самом деле для того, чтобы организовать вывоз мусора, то есть не будет некий график, и в эти дни будет техника заходить и проводить работы по сборке и вывозу всего мусора, который будет собран. Это логично, правда, потому что иной раз просто бывает жалко тот труд, который люди тратят, и вот этот мусор, если это в мешках, то могут и собаки порвать, и весь этот мусор вновь оказывается на земле, конечно. У нас же не случайно он называется месячник по благоустройству и озеленению. То есть на том, что проведены субботники и проведена очистка, мероприятие же не заканчивается, они же еще потом заканчиваются только озеленением. То есть мы сначала проводим очистку территории, приводим ее в надлежащее состояние, а потом мы начинаем ее украшать. Самое лучшее украшение – это у нас новые саженцы, которые в последующем озеленеваются, и посадка цветов уже. То есть посадка цветов, она, конечно, у нас уже выйдет за месячник благоустройства, у нас только уже при наступлении температуры, где-то в это время цветы уже цветут во все, у нас только проводится работа. Но дело в том, что уже как бы неоднократно мы в новостных лентах обозвучивали о том, что парковое хозяйство, оно у нас подготавливает саженцы, в том числе и для жилых районов, которые будут. То есть старосты также подавали свои заявки о том, какое бы количество рассады, рассады цветочные они бы хотели получить, потому что в своих районах организация клумб и уход за этими клумбами, как раз цветочными, оно возложено также на старост. Парковое хозяйство передает рассаду для старост, а старосты уже самостоятельно эти клумбы организовывают и содержат. Уже силами жителей, актива какого-то своего, да. Да, еще вот о чем хотела бы я поговорить. Это мы с вами говорили о субботниках конкретно. Но помимо этого весенние работы, которые проводят коммунальщики наши городские, они ведь, это понятие, намного шире. И вот сейчас как раз спецавтобаза, она своим курсом идет, она потихонечку убирает от центра к периферии, приводит в порядок улицы, и следом, наверное, нужно будет привести в порядок остановки. Что на этот счет предусмотрено? До остановок у нас еще будет и ямочный ремонт. То есть у нас первая также на дорогах, это идет санитарная очистка, сбор мусора, очистка от оставшегося снега. И после того уже, как дороги будут приведены и очищены, то есть у нас будет проведен ямочный ремонт. В этом году управлением коммунального хозяйства и транспорта у нас весь город разделен на три лота. Определены уже подрядчики. Попонятнее, что это значит, три лота? То есть три каких-то, три подрядчика по трем территориям. По трем территориям, совершенно верно. То есть весь город разделен на три зоны, где будет работать определенный подрядчик у нас, и он будет проводить ямочный ремонт таких работ при необходимости. И что это за территории, как они поделены? Территории у нас определены обычно... Юг-север? Юг, ну примерно так где-то поделен все эти... Юг-север, там у нас и центр где-то захватываются, районы. И помимо этого у нас еще, то что касается именно дорожного хозяйства, то здесь у нас есть пешеходные ограждения, которые после зимы тоже очень часто бывают и страдают, и их нужно помыть, где-то нужно будет отремонтировать, где-то подкрасить необходимо. Это у нас будут автобусные установки, как вы уже сказали, поскольку они также являются элементом дорожного хозяйства. Урны, которые у нас на автобусных остановках и по городу у нас есть еще урны, которые городские. Они также промываются, проходятся, инвентаризация всех этих урн, промывка, чистка, замены. То есть совершенно верно. И еще есть у нас различные там малоархитектурные формы, которые также приводятся в соответствие. Еще такой вопрос, вот что касается субботников. Мы поговорили о том, что все жители, и будет особый контроль, или точнее будут конкретные ответственные лица за тот или иной сегмент, что касается уборки весенней. Но еще такие вопросы наши жители иногда задают, интересуются. Уборка, она касается ведь не только города в целом, она касается не только общественных территорий, но и дворов многоэтажек. И вот кто там как раз ответственен, интересуются люди, что вправе требовать они в этом случае со своей управляющей компанией. А что уже, так сказать, является их инициативой, что могут, если пожелают, сделать сами жильцы. Ну, здесь тоже у нас одним из разделов в порядке проведения полумесячника у нас отдельный как раз блок. Это посвящен работе управляющих организаций, потому что управляющие организации, у них очень тоже большое хозяйство. Это само здание многоквартирного дома, плюс еще и дворовая территория. И в этом году еще и добавилась прилегающая территория. Специалистами отдела жилищно-коммунального отдела управления коммунального хозяйства и транспорта в декабре месяце были обследованы и все дворовые территории, и были выданы замечания в управляющей компании. Во-первых, это касалось также листвы, которая оставалась у нас неубранная с дворовых территорий. Рекомендация о том, что при наступлении только положительных температур, поскольку у нас снег уже выпал к этому месту, но было видно в том, что листва все-таки еще остается, чтобы это листво убрали. Далее, то, что касается приведения малых архитектурных форм, это ограждения, скамейки, урны, качели обязательно. Они должны быть отремонтированы, покрашены и быть все в надлежащем виде. То есть вот этот весь текущий ремонт, он входит в тариф жилищный? Конечно, граждане за это платят, то есть дополнительно каких-то средств это не требует. Это вот вообще обязанность управляющей компании проводить два раза обследование своей территории в осенний и весенний период, делать дефектные ведомости этих работ, то есть составлять сметы от тех работ, и как раз выходить на собрание с планами и утверждать эти планы на каждый год, то есть перед каждым годом, где-то примерно в ноябре, в декабре у управляющей компании ведется большая такая работа. И как раз когда мы еще в прошлом году проводили такие работы, мы просили, чтобы управляющие компании с учетом наших замечаний вышли на собрание и уже утвердили планы работ и, соответственно, уже посчитали необходимые свои расходы, донесли до населения о том, какие расходы необходимо понести, если вдруг это что-то не предусматривает, потому что ремонт качели, это в любом случае требует каких-то денег. Ну, естественно, краска нужна, кисточки как минимум, да, ну и, возможно, ремонт какой-то. Конечно, кроме того, у нас еще есть и освещение над подъездами, и адресная атрибутика, которая бывает, отсутствует. То есть в любом случае это требует каких-то вложений, и поэтому мы не случайно еще до Нового года провели эту работу, выдали управляющим компаниям замечания, которые необходимо устранить. Это все связано с правилами благоустройства города Абакана, потому что в правилах благоустройства города Абакана как раз прописано, что должно содержаться и в каком это виде. И управляющие компании с учетом этого сейчас уже уведомлены о том, что в месячник благоустройства им необходимо сделать. И у нас до 1 июня правилами благоустройства предусмотрено, что дворы, поскольку у нас 1 июня это как раз праздник детей, все дворовые площадки должны быть проведены, быть яркими, красивыми, чистыми, аккуратными. У нас 1 июня заканчивается как раз будет, 31 мая заканчивается у нас месячник благоустройства, а с 10 июня у нас будет проводиться инвентаризация дворовых территорий, которая проводится раз в 5 лет и когда составляется паспорт. И в рамках этой... Это большая очень работа. Это очень большая работа, она у нас продлится несколько месяцев. В 2017 году мы практически год занимались, потому что это совершенно отдельная тема для разговора, потому что тоже длинная. Но как раз по результатам инвентаризации специалистами жилищно-коммунального отдела будут проверяться и исполнение вот этих пожеланий по дворам, для того чтобы все территории были приведены в соответствие. И кроме этого, хочу сразу сказать, что инвентаризация дворовых территорий, она проводится совместно с представителями, приглашаются к ее участию собственники всех помещений, которые в этом многоквартирными домами. И вот они как раз здесь, я думаю, выступят самыми справедливыми судьями, то есть насколько их двор благоустроен и насколько он еще требует дальнейшим благоустройством. Потому что по результатам инвентаризации будет составлен паспорт. Это вносится в ГИС ЖКХ в дальнейшем? В ГИС ЖКХ это вносится однозначно. Я бы хотела подвести к программе формирования комфортной городской среды. Почему по формированию комфортной городской среды? Потому что в 2017 году была как раз проведена такая инвентаризация, было оценено физическое состояние дворов, учитывались пожелания собственников о том, какие бы работы они хотели провести по благоустройству дворов. В паспорте как раз есть раздел «Потребность» и в случае, если были замечания какие-то по двору, то есть он автоматически признавался нуждающимся в благоустройстве. И на сегодняшний день у нас есть муниципальная программа формирования комфортной городской среды, которая содержит адресный перечень более 700 дворовых территорий, которые нуждаются в благоустройстве. Так много? Это сколько? В 2017 году, я помню, этот список был гораздо больше, потому что с 2017 года по 2021 год у нас благоустроено более 100 дворов. Этот перечень за 5 лет уменьшился у нас на 100 с лишним дворов получается. И сейчас самое интересное, что этот перечень пополняется, потому что в него не входили дворы, которые были новые. То есть дома сдавались в эксплуатацию, допустим, не было 5 лет в эксплуатации. И естественно, что в этих дворах все оборудование было новое, красивое. Но проходит время, все ветшает. Если оно тем более не вкладывается в средства, то оно автоматически у нас переходит в состояние, когда требует уже какое-то вложение, требует благоустройства. И вот почему не случайно же 5 лет устанавливается как раз срок до проведения такой инвентаризации, потому что 5 лет назад двор был в надлежащем состоянии, он не требовал благоустройства. Прошло 5 лет, что-то изменилось во дворе. И паспорт требует актуализации, мы его актуализируем. И на основании этих данных уже будет как раз пересмотрен адресный перечень. Как раз наличие этой территории в этом адресном перечне, она дает право собственникам подавать заявки на благоустройство дворовых территорий по программе и получать субсидии на развитие своей территории. А субсидии, вот можно чуть подробнее субсидии, вы имеете в виду в рамках... Формирования комфортной городской среды. Все-таки учить, наверное, все-таки еще очень большая будет, если учить 700 дворов еще осталось, да, неблагоустроенных или недостаточной степени. Вы знаете, здесь желающих очень много принять участие, потому что и понимание приходит у людей. Вот если сравнивать те дворовые территории, когда мы благоустроили в 2017 году, и те, которые сейчас, вот не случайно же, если вы, может быть, помните, то в 2017-2018 году у нас количество дворовых территорий было 30 благоустроенных по этой программе. Сейчас мы дошли до 15. Почему? Потому что, когда мы начинали, собственники еще не понимали и боялись вступать в какие-то отношения. И тогда некоторые дворы, то есть подавали заявку на участие в формировании комфортной городской среды. Заявка состояла, например, из двух скамеек, там, двух урн, да. При этом требовался ремонт дворового проезда, потому что была большая яма, там, лужа и так далее. Мы никак не могли убедить собственников о том, что необходимо ремонтировать дворовый проезд. Но с каждым годом у нас территория благоустраивается. И когда собственники видят, то есть заявки становятся обширнее, когда одни собственники видят, что... Ну, в том числе и благодаря нашим сюжетам, наверное. Конечно, ваша работа очень значительна. Они меняют свое мнение. Давайте примем звонок. Добрый вечер. Да, Ирина, я бы не хочу сказать вот такой ответ. Ну, конечно, сдаешься вот плотаться, это правильно. А то, что не требует пять лет, это плохо. Пребывать надо всегда. Не только пять лет, но и больше. Спасибо. Спасибо. Итак, на чем мы там остановились? Ну, вот и хотелось бы сказать, что с каждым годом, когда одни соседи видят, что их соседний двор стал очень красивый, говорит, что там много элементов, они приходят на следующий день с заявкой и говорят, вот у нас соседний двор благоустроили, вот мы хотели бы сделать то же самое. И здесь уже у нас на сегодняшний день стоимость дворов дошла до 5-6 миллионов рублей. То есть если это означает, допустим, на полторы миллиона на дворах, где-то было 700 тысяч рублей, то сейчас это у нас уже 5-6 миллионов рублей. Это создаются большие универсальные площадки спортивные, это комплексные дворы, граждане активно ремонтируют дворы, дворовые проезды. Но хотелось бы отметить, что большое, конечно, финансовое участие сами собственники в это вкладывают. Они вкладывают, они очень активно принимают участие на разработке дизайн-проектов. У них прям дебаты проходят с разработчиками. Вот разработчикам тоже большое спасибо, потому что у них очень такая работа, которая требует терпения, внимания. Они со своей точки зрения всегда убеждают, что правильно, что неправильно в этом плане. И уже в последующем, как раз во всех этапах приемки своей работы, жители также активно участвуют. Но, к сожалению, не всегда собственники могут собраться и принять участие. Это во-первых. Во-вторых, не всегда собственники имеют возможность финансовую принять участие. То есть все равно, получается, есть некие такие дворы. Возможности или желания? Часто нет и невозможности. Я бы не сказала, что у всех есть такая возможность. Поэтому впервые в этом году управлением коммунального хозяйства и транспорта мы хотим объявить конкурс, который будет называться «Субботник нашего двора». Мы буквально сейчас разрабатываем положение по такому конкурсу, который будет «Субботник нашего двора» называться. И здесь мы что будем оценивать? Поскольку понятно, что иногда жители не могут определить себе тариф, заплатить управляющей компании, провести комплексные работы. К примеру, управляющие компании, со своей стороны, тоже они ограничены бывают в своих возможностях для того, чтобы исполнить все пожелания управляющих компаний. Но никто не ограничивает выпустить собственников во двор, провести какие-то работы, например, комплексные. Мы будем, допустим, покрасить архитектурные формы, либо выполнить какое-то озеленение. И в этом случае мы как раз будем смотреть активность граждан и уже будем рассматривать потребность, которая необходима для этого двора. Потому что у нас есть просто дворы, в которых жители очень хотят разбить какую-то клумбу. Вот, кстати, в этой части какую помощь или поддержку предлагает Управление коммунального хозяйства? Вот как раз Управление коммунального хозяйства и транспорта здесь поможет организовать такую клумбу, если жители пожелают. Либо, если у жителей есть потребность в том, чтобы как у нас часто поступают жалобы. Вот вчера конкретно мне пожаловался один из жителей города Абакана, он говорит, вы нам запрещаете озеленять город, садить деревья. Мы ни в коем мере не озеленяем, мы стараемся развивать. И если у нас в прошлом году Абаканское парковое хозяйство провело организацию посадки деревьев на 8,5 тысяч, в этом году у них 10 тысяч деревьев. Но дело в том, что мы засаживаем территории только городские. А вот собственников мы как раз призываем к тому, чтобы они обновляли. Либо наоборот, озеленяем свои территории. Потому что вот те территории, которые в новых районах у нас, в новые застройки, там же очень недостаточное количество озеленения. И поэтому очень бы хотелось призвать жителей к тому, чтобы они как раз выходили и озеленяли свои дворы. Саженцы где-то приобретаются, да? Да, и вот как раз для того, что... А застройщиков нельзя к этому привлечь? Потому что вот иногда бывает дом построят, а территория вообще совершенно... Вы знаете, да вот застройщики, они как раз... Каменные джунглы такие. Вот они как раз чаще всего работают по договору, они оплачивают. Они не привлекают, не организовывают субботники, они плачивают и выполняют такие мероприятия. У нас есть и управляющие компании, вот, например, управляющая компания, Абаканская управляющая компания, у них дом по проспекту Дружба народов, 52. Со стороны Дружба народов они в прошлом году сделали прекрасные места для посадки клумб. Вот недавно с ними обсуждали о том, чтобы хорошо бы было посадить там как раз и развить клумбы. То есть управляющая компания, она в этом заинтересована. Но, как они сказали, что у нас нет специалистов, есть цветы, но никому посадить. Но они вопрос об этом рассматривают. Поэтому здесь все зависит и от жителей, и от управляющих компаний. Как раз вот такое мероприятие, как конкурс «Субботник», здесь бы хотелось, чтобы нашлось, какой-то произошел диалог. Вот, допустим, люди сделали по максимуму все, во своем даже стареньком дворе там все покрасили, что можно наладили, убрали и двор, и прилегающую территорию. И что им за это? Какие пряечки? Ну, вот я говорю, что первый, как будет получаться, это мы поможем, конечно, саженцами рассады. Второй, это поможем саженцами деревьев для того, чтобы они себе посадили. То есть какие-то поощрительные призы у них в любом случае будут, которые помогут развить их территорию. Вот видите, не только цветочная мозаика, конкурс к вашим услугам, но еще вот и новый совершенно стартап запускает коммунальное ведомство. Я думаю, что все, кто в этом заинтересован, сейчас нас слышат случайно или не случайно, оно обратит на это внимание и, возможно, до своих соседей донесет эту обнадеживающую такую, я считаю. Потому что иной раз вот людям хотелось бы что-то сделать, но нет механизма, нет понимания, как это сделать. Ну, вышли, убрались, а дальше что с этим? Ну, озеленение, на самом деле, это действительно великие планы. Есть еще несколько вопросов, Алена Ивановна, у нас не так уж много времени в эфире осталось. Я вот хотела бы просто, у меня вот здесь есть повестка такая, с этого заседания, где мы присутствовали обе, и ряд вопросов, которые такие, ну что ли, животрепещущие, те, которые были озвучены старостами. Ну, вот один из таких, пожалуй, может быть, даже где-то на грани между УКХТ и департаментом, вопрос про детский сад Зоренька, который заставлен металлическими гаражами и, соответственно, захламлен. Ну, там по части гаражей, это, конечно, департамент градостроительный, а вот по части захламленности, как часто там вообще убираются, и с чем вы связываете вообще это явление? Вы знаете, вот то, что касается металлических гаражей, это корень зла, наверное, всего санитарного состояния города Абакана. И тенденция у нас проходит к тому, что если мы убираем, заставляем убирать металлические гаражи с городских территорий, потому что это в наших как раз полномочиях, то есть мы можем это сделать, но собственники этих металлических гаражей переставляют эти гаражи как раз на дворовые территории. А мы уже там безвластны, что называется, то есть мы там не можем сказать. Там только собственники могут сказать. Там собственники только, конечно, они могут выйти на общее собрание и сказать о том, что, во-первых, земельный участок — это общее имущество, все вправе распоряжаться этим общим имуществом, и в случае, если нет разрешения общего собрания на размещение такого объекта, то это переходит у нас уже в категорию захвата одним собственником территории, общей территории, таким сказать. И тогда в этом случае собственники помещения могут потребовать от этого собственника убрать эти металлические гаражи. Но, к сожалению, у нас происходит таким образом, что управляющие организации, они всегда перекладывают это на плечи собственников, собственники, они между собой никак не могут договориться. Хотя, в принципе, управляющая компания может провести даже в заочной форме собрание. Ну, это провести, инициировать собрание даже, к примеру, либо организовать, а инициировать его могут собственники, и затем обратиться в суд с понуждением о том, чтобы эти металлические гаражи были убраны с территории. А у нас происходит таким вот образом, что металлические гаражи, а у нас чаще всего бывает, что детский сад Зоренька, что детский сад Дуняша и много-много-много других детских садов, если мы посмотрим, они как раз по периметру заставлены металлическими гаражами. Елочка, например, там вообще очень красиво стоят гаражи, не подступить. Конечно, но самое главное, что между этими гаражами очень большие свалки мусора. И выявить часто собственников невозможно, потому что у нас даже случается такое, что, например, в 4-м микрорайоне стоит металлический садик, металлический гараж на дворовой территории, а собственник проживает в МПСе. Но ему просто не хватает времени, сил и средств для того, чтобы перевезти этот гараж. А он там стоит гараж, он не пользуется этим гаражом, он не смотрит за садинтарным состоянием вокруг этого гаража. А что, какие-то рычаги законные есть, чтобы принудить собственника, либо, я не знаю, заставить его отказаться от этого гаража? Вот единственное, что если он находится у нас на дворовой территории, единственный механизм – это протокол собрания собственников, которые говорят о том, что они против размещения этого гаража. И уже в судебном порядке только они могут тогда понуть, если добровольно не получается договориться об этом. Еще такие вопросы тоже, ну вот по поводу гаражей, опять же, ну, возможно, это тоже вопрос к департаменту. Мы все знаем, что на Советской 136 прекрасный сквер вот этот оформлен, тоже по программе «Современная городская среда». Но остались опять-таки гаражи металлические, которые, конечно, во-первых, не украшают эстетики, они не добавляют этому месту, над которым столько трудились и столько голосовали люди для того, чтобы вместо этих замусоренных зарослей там появился новый сквер. Но и они еще занимают то место, которое могла бы занимать парковка, для того, чтобы люди могли подъезжать на своих автомобилях и вот отдыхать там вместе со своими ребятишками. Как этот вопрос может быть решен? Ну, здесь вопрос, наверное, очень длинный по поводу того, что если мы сегодня уберем гаражи, то второй вопрос возникнет в том, кто будет организовывать эту парковку. То есть если… Она в проект не входила? Она в проект не входила и потребностей на ней не было, потому что… Ну, пусть не подумали, да? Да, но дело в том, что назначение вот как раз этого сквера, оно не предназначено для массового посещения вот такого, где будет большая организация. Ну, например, тот же самый Преображенский парк, да, то есть там очень большое скопление народа и просто требуются места для парковки. То, что касается сквера, который находится на Советской 136, он больше локальный, и им пользуются те граждане, которые проживают. И они для того, чтобы припарковать свой автомобиль, у них есть, в принципе, места во дворе. То есть он больше… Но это, мне кажется, о чем свидетельствует? О том, что все-таки в этом западном районе есть потребность, есть запрос на появление вот такой большой зоны отдыха, большого какого-то, может быть, сквера, там, парковой зоны, для того, чтобы она вот была в районе. Ну, там и район тоже активно развивается, и я думаю, что это просто вопрос времени. Не ближнего времени, но, конечно, это все-таки будет. Опять-таки строится Арбан, благоустраивается Арбан, и там запланировано появление парка вот этого большого… Баранки, который у нас с водоемом будет. Вот. Кстати, насчет Баранки, здесь тоже есть такой вопрос по поводу, как так получилось, что там нет на Баранке туалета. Я, честно говоря, когда прочитаю этот вопрос, то очень сильно удивилась. Ну, видите, как бы Баранка у нас тоже не такой уже, как сказать, не так давно построенный, веденный объект, и с каждым годом у нас там появляются различные потребности. Когда его строили, естественно, что они рассчитывали на то, что, возможно, не учли каким-то этим моментом. В этом году возникла заявка потребность в этом. Поэтому здесь все зависит от того, как мы говорим, староста, жителей. То есть жители передали через староста в том, что это необходимо. То есть превзошли свои ожидания, думали, что это будет такое небольшое локальное место отдыха для вот окрестных жителей, окрестных улиц. А оказалось, что туда люди-то приезжают со всего Абакана, потому что на самом деле там здорово. Ну, вот я хотела бы сказать как раз, что у нас проект Баранка, он был благоустроен по программе формирования комфортной городской среды. А программа формирования комфортной городской среды, она предполагает у нас обсуждение дизайн-проектов. И как раз вот этот проект, он обсуждался, он был представлен жителям для обозрения, для внесения своих предложений. И как раз он был построен с учетом предложений. Но вот на тот момент таких предложений там как раз и не поступало. То есть уже право, зелопланк, парк эксплуатируется несколько лет, и вот назрела такая там проблема. И еще такой вопрос. Планируется, вот отдельный, кстати, блок вопросов. Я прочла этот вопрос и подумала, что здесь можно даже шире взять тему. Когда планируется замена контейнеров новой модели на площадках ТКО? Мне кажется, даже не все еще понимают, о чем вообще идет речь. Что сейчас грядет некая все-таки смена прежней системы складирования мусора? Что приходит ей на смену? Вот если можно чуть подробнее об этом. Но то, что касается площадок, здесь очень большая тема. Я думаю, что мы, наверное, еще не один раз к ней вернемся и постараемся свистеть. Да, потому что в прошлом году по администрации города Абакана было разработано как раз мероприятие, которое было включено в программу развития жилищно-коммунального хозяйства. Это как раз одно из мероприятий оборудования площадок накопления твердых коммунальных отходов. В городе назрела проблема о том, что недостаточное количество контейнеров, во-первых. Во-вторых, контейнеры приходят в ненадлежащие, они изнашиваются. И вот как раз база контейнеров, она у нас с каждым годом становится все меньше, а потребностей становится все больше. Законодательно не определено, кто должен приобрести контейнеры. Это должны приобрести у нас собственники, управляющие компании. Что касается частных домовладений, там вроде бы уже все смирились и привыкли, что приобретают самостоятельно. Совершенно верно, да. А вот в многоквартирных домах, там у нас получается, что 80% контейнеров у нас принадлежит подрядчикам, которые у нас на сегодняшний день вывозят мусор с территории города. Естественно, что они в силу своей возможности сейчас не могут и не обязаны приобретать новые контейнеры, устанавливать. И такая проблема есть. И сейчас, когда мы проводим рейды по площадкам, рейды у нас ежедневно, мы ежедневно обследуем площадки ТКО, фиксируем нарушения, которые. И когда мы пытаемся разобраться, почему же площадка находится в антисанитарном состоянии, то чаще всего это проблема, первая из проблем, это недостаточное количество контейнеров. И вот как раз муниципальная программа, она поможет управляющим компаниям приобрести контейнеры. Но поскольку у нас уже контейнеры должны быть современные, предлагается установить пластиковые контейнеры с крышками, которые будут закрываться. И для того, чтобы в наших природных условиях, где очень часто ветер раздувает мусор, чтобы этого не происходило. И поэтапно будет. А машины какие-то мусорные, вот как они будут? На сегодняшний день для стандартных у нас контейнеров, которые у нас стоят металлические, у нас предусмотрена боковая загрузка контейнеров. Но у нас достигнута договоренность с региональным оператором Аэросити-2000. Как только мы выставляем контейнеры, а у нас специально мы подстроились под маршрут, мы сделали к ним запрос, согласовали с ним маршрут, где они будут вывозить. И поскольку они тоже по конкурсному отбору отбирают себе подрядчика, у них на сегодняшний день в конкурсной документации, в их соглашении с подрядчиками определено, что как только мы выставляем контейнеры нового типа, которые предусматривают уже не боковую, а заднюю загрузку, то по этому маршруту будут как раз проходить именно эти мусоровозы, которые могут обеспечить загрузку. У регионального оператора есть такие, по Абакану они пока не осуществляют работу, потому что нет такой потребности. На город Саиногорск уже у них такая работа ведется. У них такие уже бабки установлены, да? У них такие есть контейнеры, у них есть площадки с такими контейнерами, поэтому у регионального оператора есть опыт по вывозу мусора с таких контейнеров. А вообще требования к самой площадке ТКО как-то изменились законодательно? Ну, изначально у нас санитарными требованиями предусмотрены, но кроме санитарных у нас еще и прописано в правилах благоустройства, и у нас разработаны три вида типа площадки, которые рекомендованы у нас к размещению в городе Абакань, к оборудованию. Самыми главными требованиями, то есть мы ни в коей мере не предъявляем требования к материалам, то есть к кирпич, металл, либо это иные какие-то материалы, это все определяют собственники по договоренности с управляющей компанией, как я уже говорила, формируются планы у них работы. Есть площадки, которые будут просто реконструироваться, приводиться в надлежащий вид, потому что они в принципе в надлежащем состоянии, но не хватает каких-то элементов. Есть площадки, которые будут строиться прямо заново. Какие элементы должны быть обязательны? Обязательные элементы, первое, это у нас твердое основание, которое не позволяет проникать в почву жидкости, чтобы эти у нас не соблюдались. Второе, поскольку у нас контейнеры будут на колесиках, то должен быть уклон, чтобы контейнер можно было скатить и для загрузки удобно. Третье, это у нас ограждение со всех сторон. У нас площадка должна иметь ограждение трехстороннее. И обязательно для многоквартирных домов на площадке это наличие отсека для крупногабаритных отходов, потому что крупногабаритные отходы, они у нас устанавливаются отдельно. То есть отсек для контейнеров один, для крупногабаритного отдельно. Для пластика это уже инициатива какая-то, да? То, что касается пластиков, у нас регион, это не относится к твердым коммунальным отходам. У нас на сегодняшний день не предусмотрен раздельный сбор мусора. Мы, конечно, в перспективе надеемся на то, чтобы это все-таки появилось, потому что потребность граждан, заявка на это все есть. Тогда куда уходит весь этот пластик, который мы добросуемся и сбрасываем? На сегодняшний день у нас есть лица, которые оказывают услугу, предприниматели, которые восстанавливают сетки с пластиком. И мы видим часто, что у нас 2-3 там бывают и пластики, и жесть там, и стекло где-то складывает. Был контор, но картон как-то не удалось, ему не прижилось, но по большей части это пластик. На сегодняшний день такую работу у нас ведут предприниматели, но, конечно, хотелось бы, чтобы это было централизовано. То есть если мы уже видим в европейской части России, либо в регионах, где предусмотрен сбор мусора раздельный, то там как раз уже по цветам разбиты контейнеры, то есть уже установлено, что желтый контейнер для одного вида отходов, зеленый другой, но бывает еще, конечно, для смешанного еще остается. Я смею предположить, что это, конечно, тех регионов, где есть какие-то мусороперерабатывающие заводы. Совершенно верно. Наши, видимо, предприниматели, они просто вывозят куда-то этот пластик. Да, потому что механизм, то есть одно дело, это когда мусор разделить, другое мусор, то есть получается, это же и транспортировка, мы не только должны его разложить в раздельные контейнеры, то есть мы же отдельно должны еще и вывести, обработать, и кроме этого и переработать еще. Переработать, не просто захоронить, а переработать. Но это, я так думаю, долгосрочная перспектива всего. Поэтому нам каждый год республика обещает, что вот-вот один подрядчик взял, что-то не получилось, не выполнил конкурсные требования, теперь они ищут другого подрядчика. Здесь просто нужно будет не с подрядчика, а начинать как раз, наверное, со строительства больших комплексов. И когда только у нас заговорят о том, что будут строительства подс, тогда будет надежда о том, что у нас появятся разноцветные контейнеры. Но на сегодняшний день бы хотелось, чтобы у нас просто появились контейнеры и для того, чтобы не было переполнения, чтобы людям было просто комфортно жить в своих районах, и чтобы они утром не вставали, не подходили к переполненным площадкам и не думали о том, куда же их пакет поставить. Особенно летом. Очень хотелось бы, чтобы вот эта муниципальная программа в конечном итоге увенчалась успехом. И вот этот вопрос, эта проблема, которая вот будоражила, мусорная тема будоражила нас буквально всю, наверное, вот весь предстоящий, вот сразу после Нового года, в этом году как-то не так, а вот предстоящий год, если мы возьмем, там была достаточно длинная такая эпопея. Но это буквально считанные минутки у нас остаются, поэтому, Алена Ивановна, короткий алгоритм тем нашим слушателям, которые, а я уверена, что таких большинство, кто активное участие принимает во всех субботниках городских, весенних, осенних по уборке территории. А если они хотят получить помощь там в виде мусорных пакетов, какого-то другого инвентаря, то что им, как им действовать? Если, кстати, тем, у кого, допустим, кто не проживает в районах ТОС, территориального самоуправления. Ну, то, что касается у нас, те, кто проживает в частном секторе, не те, кто знает, что у них есть старосты, то тогда взаимодействие идет через староста, потому что староста у нас главные организаторы в субботниках, во всех мероприятиях в районах. А те, кто не проживает, либо представители коллективов, то они могут обратиться в управление коммунального хозяйства и транспортом и со всеми своими вопросами, пожеланиями, какими-то либо предложениями к участию. Мы рады всем и будем, конечно, очень признательны, благодарны за то, что граждане захотят сделать наш город лучше, чище и комфортнее. Обращаются по опыту? Очень много обращаются, очень много обращаются. Самое интересное, что особо активную часть я принимаю, конечно, в озеленении территорий, в посадке простые жители, которые там знакомые знакомого цепочкой приводят для того, чтобы посадить деревья. То есть, ну, очень приятно, конечно, что люди хотят сделать. И очень много пожеланий. Я в должности заместительного начальника работаю четвертый месяц, и мне очень приятно, когда жители звонят мне на телефон и рассказывают о том, какие проблемы у них существуют. И очень приятно слышать о том, что люди неравнодушны, что не проходят мимо той проблемы, которая рядом с домом, а они находят наш телефон, могут нам позвонить, либо сообщить через ГИС ЖКХ. То есть, очень много сообщений приходит через ГИС ЖКХ. Тоже очень удобная форма связи, эта система. И поэтому хотелось бы, чтобы люди не просто думали о том, что коммунальное хозяйство такое плохое, ничего не делает, и о том, чтобы они говорили о своих проблемах, приходили. Мы готовы обсуждать любые проблемы, а самое главное, мы готовы помочь решить эти проблемы. И на этом вам большое спасибо. Но вот я, кстати, хотела бы обратить внимание, что именно неравнодушие является одним из, на мой взгляд, таких условий того, что наш город выглядит так, как он выглядит. Неравнодушие гораздо. Потому что когда у меня коллеги из других городов, ну таких небольших, соизмеримых, с Абаканом, тут же Черногорск, Минусинск спрашивают. Ну, конечно, Абакан, они говорят, там много денег вкладывается. В столице, в столице. Да, и вам даётся много денег, и поэтому вы вот так прекрасно цветёте и пахнете летом. Но дело думается не только в этом. Дело в том, что вот сумели за эти десятилетия минувшие воспитать гражданскую действительно ответственность в людях, которые неравнодушны, потому что это нормальное вообще явление в Абакане, когда с весной мы берём грабли и идём там на субботники выходим, и уставшие уже после субботника там в школе, где-то на общественной территории, мы всё равно находим в себе силы, чтобы выйти к себе во двор многоэтажки, и там тоже навести у себя порядок. Ну и что касается вот собственно самого инвентаря, то люди могут обращаться, и они получат чёткую рекомендацию. Конечно, управление коммунального хозяйства и транспорта, оно принимает от коллективов, от любых коллективов заявку на участие. Мы определим территорию, мы поможем, организуем, снабдимся инвентарём, пакетами, для того, чтобы, либо если это посадка деревьев, то соответственно уже определим зону, где будет проходить непосредственно сама посадка деревьев. Но если дело касается дворовой какой-то территории, то здесь уже жители обращаются в свой ЖЭК, можно говоря, управляющую компанию, и каким-то образом там решают преобъективный выход. То, что касается дворовой территории, то обязанность снабдить инвентарём будет возложена уже на управляющих организаций. Управляющая организация будет помогать жителям и снабжать их необходимым инвентарём. А вывоз того, что собрано, это тоже организуют? Тоже управляющие организации, конечно. То есть управляющие организации, то есть у нас вывоз листвы, смёта и всего прочего, это также относится к твёрдым коммунальным отходам, поэтому здесь очень просто вывезти через регионального оператора. Делается заявка. Конечно, да. Мусор вывозится ежедневно, то есть просто они вывозят дополнительно мусор и всё. Ну что, дорогие друзья, сегодня у нас такой обстоятельный получился разговор. Конечно, тема эта не охватная, то есть мы ещё не раз к ней вернёмся, когда у нас, во-первых, у нас будет повод сам по себе субботник, а во-вторых, у нас будет повод обсуждения старта работ по комфортной городской среде, у нас будут тот же, те же, та же инвентаризация. Инвентаризация. У нас сколько угодно, ямочный ремонт, специалисты по... Мы надеемся очень увидеть здесь и Павла Евгеньевича Литвинового в ближайшее время. Поэтому я ещё раз напомню, в гостях у нас в нашей студии деловое время сегодня была Алёна Ивановна Суевалова, заместителя руководителя коммунального ведомства Абакана. Ну, а эта программа была, которая всегда посвящена, как правило, у нас, вопросам нашей с вами жизнедеятельности экономической и любой иной. Спасибо за то, что смотрели. Нас, меня зовут Елена Ломанова, ещё раз напомню. И до новых встреч. Всем хорошего вечера.